Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И больше подробно об этом и не только. Наш материал. Раньше это квалифицировалось как отсутствие состава преступлений. Сейчас выработаны немножко другие критерии подхода. И все это возбуждается. Есть состав уголовных дел. Смолодушничал, взял, никому не сообщил, не принял меры к тому, чтобы найти человека, который оставил это имущество. Поэтому, может быть, в какой-то части за счет таких деяний мы прибавили в том числе и в общем количестве преступлений по линии уголовного роста. Как показчик повышения эффективности оперативно-службовой деянности правооховных органов раскрытия гучных резонансных справ минулых годов. И таких выпадков некальки. Покарание знайшло группу злочинцев за нападение и забойство водителев фур на территории Мазырского и Калинковицкого районов. Справа тягнулася аж с конца 90-х. Про стольких годов удалось притягнуть до отказу еще одного забвиновачиваемых. Дякуючь излаженной работе супрацовников криминальной милиции, следчика комитета и комитета судовых экспертиз справедливость узяла верх. С 96-го года гражданин житель Калинкович находился у нас в розыске за убийство. Неоднократно задерживался на территории Испании. Несколько раз нам отказывали в его экстрадиции. В прошлом году наконец-то испанская сторона пошла нам на встречу. Он был доставлен сюда на территорию Республики Беларусь. Уже осужден. Приговор вступил в законную силу. И вот так можно сказать, что скрываясь от органов правосудия 20 лет, он получил 15 лет лишения свободы. Колькость злочинств, сдействованных неполнолетними, у целом скоротилась. Належно остороживая то, что в суд шастей подлетки выбирают продаж наркотичных сродков, как шлях заробить неблагие гроши. Кали оперативники выходят на след малолетних дяльцов. Такие истории заканчиваются не надто весело. У нас по итогам 2016 года было на 10 тысяч населения по всем линиям зарегистрировано 101 преступления. Это не голые цифры. Это человеческие жизни стоят за этим. Это дальше стоят жизнь и судьба тех людей, кто совершил эти преступления. Жизнь и судьба детей, которые остались после совершенных этих преступлений. Мы это прекрасно осознаем. Но если взять статистику 2000 года, то на территории Гомельской области количество убийств было ровно в три раза выше, чем то, что мы имеем по итогам работы 2016 года. Фактически аналогичная ситуация с причинением тяжких телесных повреждений. Как свечит мониторинг громадской думки, ступень доверия уже горо Гомельской области до работы милиции возрастает. Усё меньше быяковых до чужого гора людей. Дякуючи у тым лику и гэта, и количество, и шмат, какие злочинства удается раскрывать по горячих следах. Многие своечасово попередживать. Наталья Игнатенко, Максим Савин, Максим Славин. Телерадо «Компания Гомель». На протягу пяти минулых день на Гомельщине проходил областный этап Республиканская Олимпиады по школьных предметах. На 12 пляцовках Гомеля и Жлобина гэта интеллектуальная спаборніства собрала больше, как тысячу новученцев з усяго региона. Переможцы уже вызначены, в аурочистые обстановцы они отримали заслуженные дипломы. На протягу усяго ты дня наши корреспонденты сачили за тем, як проходили олимпиадные выпробования и в яких умовах лепшие новученцы региона жили и змагалися. Об этом репортаж Вероники Ворошилиной. Что год областный этап Республиканская Олимпиады по школьных предметах, сбирая на Гомельщине интеллектуальных творчих и метанокерованных подлетков самых разных кутков региона. Гэта лепший в своих дисциплинах новученцы агульно-аддукацинных школ, лицеев и гимназий. Вселетних олимпиадников по доброй традиции сустрели гостина, для этих одоранных подлетков подрихтовали комфортные умовы проживания. Утульные покои гостям сподобались, однако хвалявания перед спаборницами у сёровных опала. Довольно-таки хорошее, тёплое общежитие, кровати удобные, комната хорошая. Перед каждыми соревнованиями есть волнение. Поверим в себя и как-нибудь с ними справимся. В этом году надеемся, что тоже своему району принесём призовые места. Уражистое открытие областного этапа Республиканской олимпиады по школьных дисциплинах проходило одночасово на двух пляцовках города над Сожем. У стеногомельского державного университета имя Франциска Скарына и областного дома новученцев и работников установок профессийной эдукации. Такий формат открытия интеллектуального спаборництва обраны за его масштабности. Всё лето свои веды по 17 школьных предметах демонстровали маль 1200 новученцев. Каля 400 з'их представляли Гомель. Областный этап Республиканской олимпиады по школьных предметах проходил одразу на 11 пляцовках Гомеля и Жлобина. Члены журы заполнивают задания, складенные у рамках школьной программы. Однако, об зиме справиться, олимпиадникам треба быть особливопильными и узнавить у памяти весь выученный материал. Это разные задачи, все интересные, во всех есть над чем подумать, но удивительным образом все решаемые. И школьного уровня достаточно, но это должен быть очень хороший школьный уровень. Надо знать всё и не по верхам, а надо знать глубоко. Суммарные выники теоретичных и практичных туров областного этапа олимпиады подведены. Новученцы в Гомельской области всё лето продемонстровали высокий узровень ведов. Переможцы во врачистой обстановце отримали заслуженные дипломы. Радуют сегодня результаты олимпиады сельских школьников. Многие из них сегодня являются обладателем дипломов первой, второй и третьей степени по различным предметам. Особое внимание хотел бы обратить на такие хорошие показатели, как в Гомельском районе, в Брагинском районе, в Лельчицком районе. Хорошие результаты показали сегодня, как всегда, город Гомель, Мозырский, Жлобинский район. Меж тым, переможцам этого этапа олимпиады, которые вошли в сборную команду в области, долго отпочивать не отримается. В худшем часе начнется не меньше отказный и напряженный вычебный этап – подрыхтовка до республиканского финала. Надо готовиться. В прошлом году я так же была предельником республиканской олимпиады. Олимпиады уже ведаю, что это, поэтому надо хорошо рыхтоваться, нечто подвучить. Финальный этап республиканской олимпиады отбудется наприканцы Сыковика. До речи на Гомель, что не пройдут в упробовании по белорусской мове и литературе. Вероника Ворошилина, Евген Макеенко, телерадоя компания «Гомель». Сегодня у Гомеля отбылось свято снегу. Яно разгорнулося у заречной зоне Ракисош. Масовый забег на лыжах. Подробязни об этом у репортаже Дмитрия Котова. Масштабная и ведущая свято снегу все лето собрало у Гомеля великую колькость юных и дорослых аматоров зимовых забав. Хорошистое построение, словы пожадания до организаторов мероприемства. До всех присутных звернулся наместник старшини гомельского Аблбы Конкама Владимир Привалов. Я надзначу со сцены, что здоровый ладжиття, занятки физической культурой и спортом основные приоритеты развития нашей краины. Основная задача, которую мы ставим перед собой, конечно, это процентный охват занятия физической культурой и спортом. Ведь чем больше мы привлечем людей к занятию физической культурой и спортом, тем меньше будет работа нашим медицинским работникам. И основная задача – сплотить людей, предоставить им возможность посоревноваться и доказать, кто из них сильнейший именно в направлении лыжного спорта, в других каких-то соревнованиях. Эту задачу ставит сегодня и глава государства, и губернатор Владимир Андреевич, дворник. И согласно вот этим направлениям мы сегодня и движемся. После распоршались ободай самые массовые из поборництвы за бег на лыжах. У им приняли удел наученцы средних специальных и высшейших научальных установ, а так само – все жадающие. Лыжный забег объеднал представников самых разных взрослых – все родные больше в опытных, а матеры – яким за 50. Девчины и женщины переодолевали один километр, хлопцы и мужчины – два с половой. Наводное, для самых подрыхтованных, гэты и дистанции стали тяжко переодольными. Однако, настрой во всех удельников лыжной гонки был боевым. Я участвовала до этого, но было проще мне немножко, потому что я накануне тренировалась, сейчас первый раз в этом году получилось, так что тяжеловато. Но зато здорово. Эмоции замечательные. Я считаю, что каждый должен попробовать, поучаствовать в этом. Получится, не получится, но поучаствовать нужно. В борьбе равных тем, кому за 50, ну, где-то пришел пятерки лучших. Вот. Удовлетворение, конечно, получил колоссальное. Во-первых, потому что праздничная такая обстановка, музыка, много смеха, улыбок. Все очень хорошо. Переможцы лыжной гонки отримали гоноровые дипломы и медалей, а все без выключения зарад бадеростей и доброго настрою. До того же, подчас проведения в зарежной зоне Раки Сож Святой Снегу, все жадают, что и так само смогли проявить себе у широку цикавых и займальных викторин. В целом, Свято Снегу у Гомеля пройшло масштабно и весело. Кожный смог найти для себя заняток по интересах, отримать зарад позитиву и приемных ураженев. А что самое главное – долучиться до активного и здорового ладу життя. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Александр Харлампов, телерадиокампания «Гомель». У Беларуси означали «Старый Новый год». У Гомеля основные гулянни разгорнулись на площади Ленина. Одно из обовязковых правилов на коляды – сустракать свято всей семьей. Лечилось, что, когда семья сберется за одним столом и замкнет коло, то весь год люди будут жить у сгоде. Однако, означается свято не только семейным застольям, а и веселыми калядными гуляннями. Для этого колядовщики перапранаются, размалевывают твары и выкористовывают маски. С песнями, танцами, жартами и приемными пожаданиями сбирают подарунки. Веселое и яркое представление гомельчане смогли убачить на площади Ленина. Приемные уражения были гарантированы каждому, кто пришел на свято. Крыху цуда у напереда Дника Лядау подарили выратовальники наученцам Гомельской допоможной школы-интерната номер 5. Представники Гомельского областного управления МНС там зауседы жаданные гости. Некольки годов тому выратовальники взяли шефство над школой-интернатом. Стараются допомогать в любой ситуации. Обовязково наведывают своих маленьких сябров на святы. И на гэтый раз пришли не с пустыми руками. Подарунок спорт-инвентар. Святошный настрой подтримали наученцы 67-й школы Гомеля своим мюзиклом «Каской» у Ямели «Новый ход». В нашем учреждении обучаются дети с особенностями психофизического развития. Дети с удовольствием ждут наших старших помощников. Они всегда рады нашим товарищам, потому что они приезжают с грандиозными утренниками, грандиозными мероприятиями. И этот день сегодня не исключение. Мы бывали и в прошлый год, и позапрошлый год. И оказываем помощь на субботнике, принимали участие работники Гомельского областного управления. Оказывали помощь в благоустройстве территории этого интерната. И любые просьбы мы стараемся все удовлетворять. Зараз у допоможной школе-интернате навучается 187 детей. У Гомеля пройшел творчий вечер заслуженных артиста России Сергея Колесникова. Разом с батьком на сцену вышел и актер театра и кино Иван Колесников. Сергей Колесников долгие годы служил у Московским Мастацким академичным театры. Его фильмография наличивает 90 работ, як у российским, так и замежным кино. И он агучвал и был ведущим вядомых телепрограмм, здымался у разных режиссеров, дублировал голливудскую киноклассику. Гомельским глядачам актер рассказал про свой творчий шлях и со встречи с людьми, ике поуплывали на его становление. Сын Сергея Иван Колесникова у свои 33 годы снялся у 39 фильмах, так само вядомый своими театральными работами. Думаю, что в будущем году это будет уже не просто творческая встреча, а это будет спектакль со своей драматургией, конечно, с песнями, с музыкальными номерами, с видеорядом и, ну как бы это сказать, с началом и с финалом. Мне очень приятно похвастаться, какой у меня сын. Замечательный артист, но самое главное, по-моему, очень хороший человек, что для меня является главным качеством жизни. Планов-то громадье, лишь бы сбылось что-нибудь. Ну вот я вот отсюда еду завтра в Питер, там у меня съемки, я не знаю, наверное, я не могу просто говорить о них сейчас. Ну, про революцию, так как у нас юбилей, скоро революция. А потом еще там одни съемки с марта про освоение Сибири, про петровское время. Ну и потом есть какие-то планы, но, в общем, я о них не могу распространяться. Вы глядели информационный выпуск телерадиокампании «Гомель». У студии працевала Наталья Игнатенко. Мы жадаем вам только добрых новинов. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин